Уважаемые слушатели, сегодня я, Ольга Македонская, преподаватель логопедии, доцент, руководитель образовательной программы «Специальное дефектологическое образование», поведаю вам об одном из самых таинственных нарушений речи, имеющих стойкий и комплексный характер. Речи, которая сохраняет своё воздействие на партнёра даже в его отсутствии. Речи, которая сегодня выступает наравне с той другой формой, являющейся до последнего время ведущей в осуществлении речевой коммуникации. Конечно же, вы догадались, речь пойдёт о письменной речи, о письменности. Поговорим сегодня о предпосылках её формирования, об этапных периодах её развития, об особенностях и функциях, а также о психологической структуре и психологических этапах развития письменной речи у детей. Итак, письменная речь — это одна из форм существования языка, противопоставленная устной речи. В понятие письменная речь в качестве равноправных составляющих входят чтение и письмо. Это вторичная, более поздняя по времени возникновения форма существования языка. Для различных форм языковой деятельности первичная может быть как устная, так и письменная речь. Допустим, сравним фольклор и художественную литературу. В фольклоре первичной будет являться устная речь, а в художественной литературе — письменная речь. Если устная речь выделила человека из животного мира, то письменную речь можно считать величайшим изобретением человечества. Письменная речь не только совершила переворот в методах накопления, обработки и передачи информации, но и изменила самого человека, в частности, его способность к абстрактному мышлению. В какой-то период истории люди начали записывать свои мысли и информацию каким-то постоянным способом. Способы менялись, а цель, фиксация или закрепление, сохранение информации являлась неизменной. В этом плане завязывание узелков на память можно считать прообразом письменной речи. Развитие письменной деятельности имело этапы развития. И сегодня мы про них поговорим. Сначала для письменного общения использовались рисунки-символы, то есть пиктограммы. И каждая из пиктограмм могла в себе заключать целое речевое сообщение. Впоследствии путем упрощения и обобщения превратившиеся в идеограммы, которые являются, собственно, первыми письменными знаками. Каждый использовавшийся в нём знак, то есть идеограмма, символизировал общую мысль речи. Позднее идиограммы трансформировались. Трансформировались в знаки, которые обозначали целое слово. Вы уже догадались, что это за знаки. Это иероглифы. Родиной иероглифов является Азия. С течением времени на их основе были созданы знаки, представлявшие собой комбинацию знаков или букв. Этот вид письма назывался силабическим или слоговым письмом. И родиной силабического письма является Египет и Малая Азия. И только спустя несколько столетий на основе обобщения опыта письменной записи мыслей, идеи и информации появляется алфабетическое письмо. Альфа и бета – это буквы греческого алфавита. Письмо, в котором один буквенный знак символизировал один звук. Это письмо было создано, как вы уже догадались, в Древней Греции. Русское письмо относится к алфавитным системам письма. Алфавит ознаменовал переход к символам высших порядков и определил прогресс в развитии абстрактного мышления, позволив сделать речь и мышление объектами познания человека. Таким образом, развитие письма шло в направлении удаления от образности и приближения к звучащей речи. Сначала письмо исторически развивалось как бы независимо от устной речи, и только позднее стало опосредовано ею. Мы знаем, что письменная речь преимущественно монологическая речь и может быть выражена в виде устного доклада, сообщения рассуждения, сообщения повествования. Сравнить письменную монологическую речь с устной монологической речью невозможно. Письменная монологическая речь радикально отличается от устной монологической речи сложностью своей структуры. Письменная речь приобретает идеологический характер с помощью средств массовой коммуникации, в частности, через сеть интернета. Когда мы осуществляем общение с помощью компьютерной или телефонной связи. Поговорим о психологии формирования письменной речи у детей. Устная речь формируется в процессе естественного общения ребёнка со взрослым, которое раньше было симпрактическим, то есть непосредственно осуществлялось в процессе совместной деятельности, и лишь потом становится особой самостоятельной формой устного речевого общения. Однако в ней всегда сохраняются элементы связи с практической ситуацией. Устная речь является ситуативной. Устная речь возникает у ребёнка на втором году жизни, а письмо формируется только в 6-7 лет. Устная речь возникает непосредственно в процессе общения со взрослым. Письменная речь формируется только в процессе регулярного осознанного обучения. Мотивация к письменной речи возникает у ребёнка значительно позже, чем мотивы устной речи. Как показывает педагогическая практика, мотивацию к письменной речи у ребёнка создать достаточно сложно, потому что он совершенно не испытывает в ней потребности. На ранних ступенях формирования письменной речи её предметом является не столько мысль, которая подлежит выражению, сколько те технические средства написания букв, а затем слов, которые никогда не являлись предметом осознания в устной диалогической или монологической речи. На первом этапе овладения письменной речи основным предметом внимания и интеллектуального анализа являются технические операции письма. У ребёнка происходит формирование двигательных навыков письма и навыков прослеживающего взора при чтении. Механизмы письменной речи, как мы уже отмечали, складываются в период обучения грамоте. В результате рефлекторного повторения образуется динамический стереотип слова в единстве акустических, оптических и киностетических раздражений. Об этом говорил Лев Семёнович Выгодский и Борис Герасимович Ананьев. Овладение письменной речью представляет собой установление новых связей между словом «слышимым» и «произносимым», между словом «видимым» и «записываемым». Так как процесс письма обеспечивается согласованной работой четырёх анализаторов, а именно речи двигательного, речи слухового, зрительного и двигательного, назовём кратчайшие единицы каждого из этих анализаторов. Речи двигательный анализатор представлен артикулемой, то есть по сути произносительным образом звука. Речи слуховой анализатор представлен фонемой, звуком звучащим, зрительный анализатор представлен графемой, то есть буквой, а двигательный анализатор представлен кинемой. По сути, это написание той самой графемы или буквы. Промежуточные операции процесса речи порождения, как операции выделения фонем из звукового потока, изображения этих фонем буквой, синтез букв в слове, последовательный переход от одного слова к другому, никогда полностью не осознававшиеся в устной речи остаются в течение длительного времени предметом сознательных действий ребёнка. Лишь после того, как письменная речь автоматизируется, эти сознательные действия превращаются в неосознаваемые операции и начинают занимать то место, которое сходные операции выделения звука и нахождения артикуляции занимают в устной речи. Письменная речь, как мы уже отмечали, для своего развития требует абстракции. По сравнению с устной речью она вдвойне абстрактна. Во-первых, ребёнок должен абстрагироваться от чувственной, звучащей и произносимой речи. Во-вторых, он должен перейти к отвлечённой речи, которая пользуется не словами, а представлениями слов. То, что письменная речь во внутреннем плане мыслится, а не произносится, представляет одну из главных отличительных особенностей письменная речь от устной речи, тем самым представляет существенную трудность в её формировании у детей. Устную письменную речь надо рассматривать как два уровня в рамках языковой и психологической структуры речевой деятельности человека. Использование устной речи, по словам Льва Семёновича Выгодского, требует первичных символов, а письмо требует вторичных символов. В связи с чем он определял письменную деятельность как символическую деятельность второго уровня, которая использует символы символов. В связи с этим письменная речь включает в свой состав ряд уровней или фаз, которые тем временем отсутствуют в устной речи. Так, письменная речь включает ряд процессов фонематического уровня. Письменная речь включает в свой состав и лексический уровень, заключающийся в подборе слов, в поиске подходящих нужных словесных выражений, с противопоставлением их другим лексическим альтернативам, вариантам словесного обозначения объекта. Также письменная речь включает в свой состав и сознательные операции синтаксического уровня, которые чаще всего протекают в устной речи автоматически, но которые составляют в письменной речи одно из существенных и сложнейших звеньев. В письменной речи, как мы знаем, не используются невербальные знаки устной речи. Ну, например, интонация зачастую закодирована в соответствующих письменных знаках. Это могут быть знаки препинания, восклицательный знак, вопросительный или точка. А также мы можем обозначить ту или иную интонацию курсивом. В самой же письменной речи нет внешних просадических компонентов, интонации, паузы. Именно это и определяет существенные особенности ее строения. Письменная речь кардинально отличается от устной речи тем, что она может осуществляться только по правилам развернутой грамматики, необходимой для того, чтобы сделать содержание письменной речи понятным даже при отсутствии сопровождающих речевое высказывание, жестов и мимики. Существенную роль играет также отсутствие знания адресатам предмета речи. Это проявляется в частности в том, что грамматическая неполнота становится совершенно неприменима в письменной речи. Иначе человек, который читает ваше письменное сообщение, не поймет смысла того, что вы хотели отобразить. Письменная речь, как мы уже сказали, намного произвольнее устной речи. Уже звуковая форма, которая в устной речи автоматизирована, при обучении письму требует расчленения, анализа и синтеза. А синтаксис фразы в письменной речи также произволен, как и фонетика. Письменная речь — это прежде всего сознательная деятельность, которая связана с сознательным намерением. Письменная речь — это своего рода алгебра речи, наиболее трудная и сложная форма намеренной сознательно-речевой деятельности. Письменная речь в большей степени деловая речь, научная, и она служит для передачи содержания отсутствующему собеседнику. Письмо, как средство общения, не является полностью самостоятельным. По отношению к устной речи оно выступает как вспомогательное средство. Функции письменной речи, хотя и весьма широки, намного уже, чем функции устной речи. И говоря об основных функциях письменной речи, мы прежде всего скажем об обеспечении передачи информации на любые расстояния, обеспечении возможности закрепления содержания устной речи и информации во времени. Эти свойства письменной речи бесконечно раздвигают пределы развития человеческого общества. Особенно это заметно на сегодняшний день в современной нашей истории. Таким образом, письменная речь — это особый речевой процесс. Эта речь — монолог, осознанный и произвольный, контекстный по своему содержанию, требующий абстрактного мышления, и избирательно-языковой посредством его реализации. Музыка 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 Музыка